Здравствуйте дорогие друзья, снова с вами я Валерий Бовсыновский, я веду школу Python for Android. До этого у меня был обычный телефон, потом я сходил, сейчас купил планшет, но при этом планшет купил слабенький. Зачем? Я четко понимаю, что в основном молодежь, люди покупают планшеты помощнее, но для меня важно, чтобы программы, которые мы будем писать, запускались на самом слабом планшете. Тут всего 500 мегабайт оперативки, но тем не менее программы на Python Kiwi запускаются. Еще три года назад я присмотрелся к пакету Kiwi Python for Android, читал отзывы, люди говорили, ой, это очень сложно, и навряд ли эти парни выйдут на рынок. Ну вы знаете, парни не только вышли, они настолько с каждым разом улучшают пакет Kiwi. Мы пишем на обычном Python, получаем практически скорость C, очень быстро работают приложения в Kiwi. Уникальный пакет, простое написание кода, очень много модулей. И при этом Kiwi разработала свой язык, то есть по принципу джанга, разделение кода и интерфейса. Не сказал как-то умно, разделение кода и шаблона, в общем, то, что видит пользователь. Язык оказался простой, очень эффективный. Я дальше после этого видео еще расскажу о школе. Сегодня я могу сказать, что библиотека очень достойная Kiwi. Еще в 2013 году с ней выступил основатель языка Python и сказал, ребята, библиотека крутая, но надо ускорить. С того момента ребята ее ускорили, переписали код на CPython внутри, но мы при этом программируем на обычном Python. Самое приятное, тоже немножко покажу чуть позже, после этого видео, что компиляция APK файлов в полном автомате. Да в школе уже, кроме разработчики представляют свою сборку, а в школе ребята уже предоставили свои варианты сборок. Одна на Ubuntu, вторая на Fedora. И та, и та рабочая. И вы знаете, мне это нравится. Довольно мало информации, поэтому цель школы это дать путевку в жизнь для программирования на Android. Берутся три основных направления. Направление номер один. Это изучение Kiwi с нуля. И, значит, научиться строить любые графические программы. В принципе, с этим этапом мы уже практически закончили. То есть, изучили шаблоны, макеты. В принципе, там сложного ничего нет. Второе направление это разработка игр. И третье направление это соединение пакета Kiwi с Django. Чтобы можно было делать приложение наподобие Instagram. Ну, не обязательно же брать Instagram. Ведь любая организация, которая делает сайт, возможно, захочет, а скоро точно захочет, иметь свое мобильное приложение. Для того, чтобы сотрудники могли получать информацию и общаться в постоянном режиме. Ну, сейчас я вам покажу приложение. Пока оно мало что делает. Вот мы в школе обсуждаем, значит, эти моменты. Ой, чтоб не нажалось. Это значок Kiwi. Пока оно ничего не делает, но достаточно, что работает стабильно. В школе мы разобрались, почему, как, настройками. То есть, очень много практики, чтобы приложение работало вообще на всех устройствах. Пока я еще не дошел. Скоро оно будет рисовать там человечков. Но в любом случае, пока это обучающее пособие. Для того, чтобы научиться работать шаблонами. В данном случае здесь применено несколько макетов. Например, макет-коробка, встроивание кнопок, вот другие макеты. То есть, ну, все это есть в школе. Важно, что пока мы и делали, чтобы только нажимались кнопки. Дальше уже в процессе обучения мы изучаем и дальше проходим. Но это круто. Это мне нравится. Пока закроем. Сразу извиняюсь за рабочий бардак на столе. Вообще, я работаю на даче сейчас. Поэтому остановка скромная. И если зайти в комнату, у меня вообще все стены обклеены. Что надо сделать? И вот первая ученица. Но давайте перейдем. В первую очередь, давайте поймем, как найти школу. Я всегда даю простой способ. Легко набрать spb-tut.ru. Это школа Django. Далее набрать и еще. И здесь найти Python for Android. И вы перейдете на школу Android. Значит, здесь представлено все. Ну, на Kiwi можно сделать все, что угодно. Занимаемся мы по шагам. То есть, есть шаги. Я решил, что постоянно эту упаковку и настройки Biodozer Spets, это упаковка АПК, сделать в отдельный пункт. Ну, вообще, ну, в уроке, допустим, представлено официальное, что ребята предлагают. Но наши ребята, например, Володя Семенович и Алексей Позняков представили свои сборки АПК-файла Володя на Ubuntu, а Алексей на Fedora. Значит, ребят, у кого винда? У меня тоже винда, но я не могу отказаться, потому что большинство людей используют винду. И решил я этот вопрос просто. Установил, значит, виртуальную машину. При этом виртуальная машина полностью, значит, здесь нормальная Ubuntu. Сейчас она запустится. В данный момент все довольно просто. Я привел Ubuntu к, значит, самому первому виду. все очень просто. Не знаю, я делал по урокам именно Владимира Семеновича. И, по сути дела, все банально просто. Мы очень много работаем с Байлдозер Спец. Я считаю, что настройки надо тестировать, тестировать и тестировать, чем мы занимаемся в школе. И этой информации практически нет в интернете. Сейчас поменяем версию, покажу, насколько просто делать АПК-файл. А как его создавать, все это мы обсуждаем в школе. Здесь все банально просто. Это файлы программы. Файл готовый АПК будет здесь. Настройки мы учим в школе. Есть файл настроек Байлдозер Спец, где можно выставить номер версии. Вот сейчас выставили номер 04, то есть увидим название. И много здесь очень тонкостей. И их мы обсуждаем в школе, потому что очень мощный файл настроек. И его изучать и изучать. И это можно только обсуждать, обсуждать коллективно и нарабатывать опыт. Ну, что надо сделать? Это вестик. Да, вы настроите, но в школе есть инструкции. Настроите, поработайте. Дальше вводим команду Байлдозер Андроид Дебаг и нажали Enter. Все пошло дело. Все на полном автомате. Нам остается совсем немножко подождать. Первый раз оно долго скачивает, но потом уже, когда приложение готово, уже буквально моментально все делает. и в конце вот оно сейчас сообщит, что файл АПК собран и положим вот АПК 0.4 Дебаг в директории BIN. То есть, действительно, если мы зайдем, то все просто. Вот файл АПК, который готов для установки на Андроид устройство. Меняйте версии, дорабатывайте. Как видите, это занимает совсем немного времени. При этом, вы знаете, чем классен классно Линукс. Я нормально отношусь и к Windows, и к Linux. Просто-напросто, когда вы программируете на Python и создав виртуальное окружение, в Linux вот вы настроили однажды и забыли. Оно будет работать, работать, работать. Здесь очень хорошо экспериментировать. Поэтому я думаю, кто придет в школу, знаете, как вот люди говорят, ой, мне нравится, не нравится Linux. Да дело, то не в этом. Просто вот здесь ситуация, когда надо. Надо хотя бы для того, чтобы создавать АПК-файлы в таком вот простом режиме, набрав одну команду. Никто же не заставляет. Ну, я уверен, что вам понравится Linux и я где-то работаю вообще в Инде, где-то перехожу в Linux работать. Виртуальная машина отлично работает. Поэтому дело вот так. Итак, о планах по шагам мы поговорили. Идет постоянное обсуждение в группе. Значит, ну, например, я вынес обязательно это упаковка АПК и обсуждение настроек байлдозер спец. Цель школы дать старт, чтобы человек смог уже сам развиваться. Кому-то интересно одни приложения, кому-то другие. в школе, в школе, как правило, люди изучают и Джанго, и Андроид, и это очень важно. Ребят, это не моя прихоть. Просто знаете, чего надо избежать в интернет? Вот вы занялись Пайтом. Когда вы пишете на чистом Пайтом, это одно. Потом вы начинаете писать на Джанго. И здесь, чтобы не было крайности, то есть, не стать фреймворка-зависимым, потому что Джанго, это вообще целый мир. Это настолько мир, всеми возможностями, наверное, за всю жизнь Джанго не воспользуюсь. Ну а что же вы хотите? Она разрабатывается 10 лет, 900 разработчиков каждый день работают над ней. И еще вокруг нее тысячи библиотек. Когда вы программируете на Джанго веб, сначала кажется довольно сложно, а потом вы начинаете программировать на Андроид. здесь проще. Но здесь больше вы пишете кода на чистом Python. И когда вы работаете на разных системах программирования, допустим, Андроид и Джанго, у вас в голове и то, и то откладывается, а вот веб вот так, Андроид вот так. И вы быстрее разберетесь в ООП, быстрее в Python. Конечно же, в школе есть возможность с тем, кто с нуля. Это еще первый сайт, который сделан в 2013 году. Здесь рассказано очень простым языком для совсем чайников, что, начать работать с Python. Со среды разработки мы работаем с PyCharm в основном. Значит, я просто уверен, что Андроид это будущее. И глупо упускать эту тематику, но в рамках одного языка писать и мобильные приложения, и сайты это очень круто, это очень классно. Ну, как школу найти я вам показал. Значит, в принципе, в принципе, это интересно, это перспективно. Дайте я покажу вам адрес школы вообще, чтобы вы видели. Это перспективно. Кстати, обязательно подпишитесь в Instagram. На сайте в разделе еще школа в Instagram есть. И наблюдайте, когда выходят какие уроки, нажимаем на иконку, и мы видим школу в Instagram. Действительно, я всегда гордился Стивом Джобсом. Это благодаря ему. Мы увидели практически такую вещь, как смартфон. Поэтому, конечно же, этот человек является примером. Здесь на переднем плане вы видите первого ученика кошечка Бася. фотография транслировалась. Ну что ж, ребят, все получится. Это мой любимый принцип и девиз. Потому что, когда вы входите на сайт, обязательно все будет хорошо, все получится. Чем отличается атмосфера школы? Вы знаете, вот ребята, я в последнее время начал замечать, часто высказываю. действительно здесь никто тебя не унизит, не обидит. Это очень бережется в школе отношения. Человек может получить ответ, но никто не будет ему говорить, слышь, ты что, не понимаешь это? вот как покажу очень интересный момент, дипломатичность где-то здесь Вадим Полшков, человек, который внес Джанго уже довольно большой вклад в школу, он и свою там систему разработал в школе, как лучше изучать пайта на человек с нуля. Вот как он высказал, когда увидел, что человек спрашивает срезы, то есть по сути дела это второй, третий урок пайтона на prot65.net видно, что вы не смотрели уроки, а надо бы вот это в пределах нормального, то есть направить, потому что такие вещи, конечно же, надо знать, и когда допустим человек спрашивает, а что это за скобочки, то понятно, что скорее всего пайтон он не учил, ребят, это большая ошибка, без пайтона делать нечего, но есть же пайтон с нуля, не надо просто лениться, идти, надо по шагам, и не надо спешить, но быстрей не будет, не будет быстрей, пайтон прорастет, вот взялись и потихонечку делаем. Ребят, спасибо большое, мы работаем для вас, мы работаем с вами, я рад, что есть люди, которые вносят вклад, и я думаю, довольно скоро вы увидите, мы увидим много программ от ребят, и они всеми будут приносить все больше и больше денег, спасибо. what I do with my спасибо. What I do